А можно вопрос по заработной плате, когда у нас что-нибудь будет лучше, нагладиться за должность. Это горники Макеевской шахты «Ясиновская глубокая» спрашивают у главы группировки ДНР Дениса Пушилина, когда им вернут долги по зарплате. Местные телеканалы редко позволяют себе такую роскошь. Подобные комментарии в кадре, да еще и высказанные в лицо тем, кто захватил власть в Донецке. Но сейчас можно, ведь на носу значимый для региона праздник – День шахтера. Есть и сюжеты по телевидению, и праздничные концерты, а шахтерам уже по традиции выплачивают, нет, не премии, а долги. Но на этот раз Пушилин так и не смог ответить на вопрос, когда же макеевские горники получат свои деньги. Ну, это недопустимо, когда у шахтеров задерживается заработная плата. Тем более, это длится там не неделями исчисляется, а исчисляется по месяцу, по два, а где-то, к сожалению, и больше. Угольная отрасль в Украине переживает не самые легкие годы своей истории. Особенно остро это чувствуют шахтеры в отдельных районах Донбасса, где большая часть шахт либо была уничтожена обстрелами, либо закрыта представителями группировок ЛДНР. Все, кто у руля, все, кто у кормушки, применяют силу. Если человек возмущается, они заставляют работать народ бесплатно. Добывают уголь, покупают, сдают по заниженным ценам угольный дом Пушилин, а продают уже как положено. С ничего мужик делает деньги, потому что за ним стоит, и впереди него стоят автоматы, боевики. Теперь уже шахтерская забастовка не поможет, считает Николай Волынко. Кто возмущается, тех кидают на подвал. В 1937 году ночью приезжают и забрали. Это было на шахте Челюскинцев, когда они позапрошлом году бастовали. Четыре дня вычислили активистов, руководителей и вывезли их на подвал. Это было и в Антраците, когда шахтеры опустили в шахту и не выезжали. А активистов, которые поддерживали их на поверхности, начали они исчезать, их начали на подвал кидать. Сложно спорить о своих правах на территории беззакония. Но некоторые все же пытаются. Вслед за майскими протестами на неподконтрольной Луганщине донецкие шахтеры в августе попытались устроить забастовку. Но акция солидарности не удалась. На наш призыв, к которому мы обращались к шахтам, которые находят в Макеев уголь, Торрестон, Троцит, шахтовое управление Донбасс, откликнулась только одна шахта. Шахта Заря. Честь им и хвала. Работу приостановили вторая и третья смена. Но, к сожалению, они не прислушались к нашим рекомендациям о том, что кто-то должен остаться под землей. Люди приостановили работу, разошлись по домам. На кого-то повлиял директор. Кому-то приехали эти гестаповцы, которые называют себя сотрудниками полиции, МГБ. Начали всячески угрожать какими-то страшностями. Хотя, еще раз повторюсь, нет таких законов, которые заставляют работать бесплатно. Не лучше обстоят дела и на других промышленных объектах, которые захватили группировки ДНР и ЛНР. Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме. В противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксового цеха номер 2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований. Это письмо от работников Алчевского металлургического комбината. Сотрудники коксового цеха написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май и в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль. Работники Ясиновского коксохимического завода уже около трех месяцев не получают зарплату. Чтобы восстановить справедливость, они регулярно выходят небольшими группами на переговоры с людьми из внешторгсервиса. Это компания, которая сейчас контролирует большинство крупных заводов на той территории. Но забастовки рабочих Ясиновского коксохима тихие и мирные, а результата пока нет. Люди выходят на забастовки, собираются с каждого цеха по некому человеку и курсируют в заводоуправление. Мы сейчас находимся под внешторгсервисом, это же организация. Юридический адрес, город Хейнваль, Южная Осетия. Выходит человек, приглашают человека из этого внешторгсервиса, ответственного назови. Не бунтуйте, ну, всяческими способами успокаивает людей. Ну, вроде люди расходятся, вот в конце людей, в субботу переведут там это, а следующие недели полностью погасят зарплату всю, ну, готовности не будет. Ну, это так вот, вот эти обещалки, обещалки, все переходит в бесконечные обещания. Пока в Ордло самопровозглашенные власти еще кормят надеждами горняков на то, что рано или поздно они смогут работать в шахтах и вовремя получать зарплату. Работы будет много, им не нужно будет выезжать на заработки в Россию. При этом угольные предприятия продолжают закрывать. Но не потому, что в ЛДНР заботятся об экологии. Экономика той части Донбасса просто рушится без российских финансовых вливаний. А на территории свободной Украины тем временем готовятся к поэтапному отказу от добычи угля. Во-первых, я хочу наголосить, что эпога вугиля завершается. Все проведенные краяны света відмовляются от использования вугиля в энергетике. Это замовлено как низко экономических, так и экологических факторов. Что до экологических, то основная причина изменения климата – это выходы паранковых газов. В Украине эти выходы, две третины из них, попадают именно на сектор энергетики и транспорта. В соответствии с всех статистических данных Министерства экологии, 6 из 10-ти наибольших заблудливающих повествия – это именно выгодные предприятия. Во многом Украина рассчитывает на помощь Европе. Шахту закрыть, условно говоря, это легко. У Украины есть такой опыт. Ты просто закрываешь шахту, вводишь туда оборудование и оставляешь водоотливы определенные. А что делать с территорией? Что делать с людьми? Что делать с шахтерскими семьями? Что сделать со всей инфраструктурой, которая была, железнодорожные пути? Вот есть огромный накопленный опыт в Европе, и Европа готова делиться этим опытом и финансировать реализацию такого опыта. Если в Украине разрабатывают переход к зеленой энергетике, отказываясь от добычи угля, но сохраняя рабочие места, то на неподконтрольных территориях, похоже, все решили пустить на самотек. Стагнация угольной отрасли и долги по зарплатам – это вызов, который объединяет горняков по всей территории Украины. Только вот возможности у всех разные, особенно в Донецке и Луганске. Бастовать, по примеру, акции шахтеров в Киеве там опасно, а кормить семью надо. В поисках заработка часть уезжает на подконтрольную территорию. Многие едут в Россию. Тем, кто не хочет выезжать, сама провозглашенные власти предлагают вступать в так называемую армию ЛДНР. Там платят регулярно. В конце концов, Путин мечтал увидеть донецких шахтеров на танках еще шесть лет назад. А что думают жители Донецка о шахтерском труде? Мы пообщались с дончанами на улицах города накануне праздника. Ну что пожелать? Стабильности, зарплаты, конечно, им достойной. Чтоб всегда была работа, мира, всего доброго. Здоровья, ну и хороших зарплат. Зарплаты, здоровья и мира нам всем. Самое главное, чтобы у них была работа, чтобы они достойно продолжали свой труд и оставались такими же героями в своем Донецком, шахтерском крае, какие они есть и продолжают быть. Я думаю, что больше вливания иметь инвестиций сюда, со стороны особенно российской экономики, и больше обращения на нас, России тогда. Вот именно для того, чтобы на нас действительно обратили внимание, а не просто мы здесь отдыхались от этих низких зарплат, и молодежь уезжала отсюда. Прежде всего мира, терпения, здоровья, ну и житейских благ.